Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Продолжается Великий пост, и весь православный мир, весь христианский мир движется в сторону праздника Пасхи. Но мы каждый год напоминаем о том, что празднику Пасхи воскресной, торжествующей Пасхи, предшествует Пасха крестная. Мы вспоминаем сначала и страдания Христа, распятие Голгофу. И вот в контексте размышлений о голгофской жертве, конечно же, возникает еще одна тема, которая, наверное, сейчас очень злободневна, очень актуальна. Начиная с пандемии года три назад, мы видим, как возрастает в самом обществе тема агрессии, вообще сама по себе агрессия. Люди делятся на враждующие лагеря, ваксеры, не ваксеры, болеющие, не болеющие. Возрастает напряженность отношений друг к другу. Каждый человек вдруг начинает восприниматься как носитель угрозы, носитель опасности. Вроде бы пандемия как будто бы закончилась, но в связи с геополитической ситуацией, мы видим, что эскалация вот этой агрессии, вражды и злобы, конфликта не перестала нарастать. И, конечно, в этой ситуации один вопрос. Как христианин должен реагировать на зло в мире? Относительно недавно в этой студии мы встречались с отцом Сергием Кредичем, когда мы говорили о так называемом оправдании Бога или теодиции, когда мы пытались понять причины наличия зла в мире. Но мы не говорили о том, как человеку, как христианину взаимодействовать со злом, с конфликтом, с агрессией, с враждой. Какую позицию с точки зрения Евангелия было бы правильно занять? И вот мы решили поговорить в нашей студии на такую очень важную тему, как миротворчество. Ибо сказал Христос, блаженный миротворце. И сегодня мы с вами начнем эту тему как раз с контекста Пасхи Крестной. Потому что ведь Христос явил нам какой-то образ совершенного непротивления насилию. Должны ли мы ему подражать? И вообще почему на кресте он ни слова не сказал в защиту собственную или в собственную пользу? Поговорим об этом с отцом Николаем Зининым, нашим гостем. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Отче, ну, мы, естественно, с вами до эфира обговаривали, что мы не геополитики, мы вообще не политики, не экономисты. И мы не будем сейчас обсуждать ту ситуацию, которая сложилась. Нам важно понять, как христианам на своем месте мыслить, вести, размышлять, рассуждать, что в наших руках, что не в наших руках, ну и так далее. И, ну, уже наши постоянные телезрители, как бы, привыкли к тому, что мы встречаемся, беседуем циклами. Вот, поэтому у нас будет некий цикл встреч, посвященный миротворчеству. Мы сегодня возьмем прицел повыше. И как будто бы совсем не про нынешнюю нашу актуальную ситуацию, а про Христа все-таки поговорим, да? Потому что у нас есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, и есть как будто бы сформированные две концепции Бога. Ветхозаветный Господь, он выступал, ну, как бы, предстает перед взором читателя, как Бог, благословляющий иногда на конфликт, на вражду, там, и так далее. Но вот Новозаветный Бог, да, Христос Господь, мы видим совершенно безропотное принятие суда над собой, совершенно безропотное принятие крестной смерти, совершенно такое, без какого-то такого пафоса, без криков. Его же пытались убить неоднократно, побить камнями, сбросить со скалы. Он все время без каких-то слов лишних просто проходит сквозь толпу и удаляется. Поэтому вот у меня вопрос, начнем, наверное, именно с этого. Вот разнятся ли эти концепции Бога, и можем ли мы быть подражателями Христу в этом отношении? Означает ли это, что Христос нас, как бы, благословляет, вообще не противится злу? Сложную тему, да, мы сегодня с вами затронем. И сразу хотелось бы сказать, что вставали в истории церкви вопросы о том, один ли это вообще Бог, да, потому что мы знаем, что были точки зрения, что это вообще разные боги абсолютно, и такие достаточно радикальные, эти точки зрения были церкви отвергнуты. То есть мы Ветхий Завет принимаем как легитимный образ Бога, да, вот в те времена, да. Но при этом церковь проговаривает, что Бог говорит с людьми на том языке, который им понятен. Если древнему человеку был понятен язык жертвы, значит, Бог в Ветхом Завете говорит, что надо приносить ему жертвы. И одновременно с этим мы видим пророческую традицию, да, то есть в Ветхом Завете тоже он неоднородный, да, есть традиция гимнографическая, которая восхваляет, воспевает, молится, да, это псалтирь та же самая. Есть традиция именно законническая, которая устанавливает ритуалы, устанавливает жертвы, как это правильно все делать и приносить. И есть традиция пророческая, которая во многих моментах как бы вырывается из вот этих законнических рамок, да, когда через пророка Исаио Бог говорит, что же вы думаете, я кровь ваших жертв питаюсь ей, как думали язычники на самом деле. Ведь удивительно, но языческое сознание, оно, помещая Бога над собой, одновременно делало его подчиненным мне, потому что если я перестаю приносить жертвы, то Бог испытывает дискомфорт, голод, так и так далее. То есть одновременное возвышение было в чем-то даже унижение, да, с другой стороны. Вот. И этот язык, на котором говорит Бог Ветхого Завета, это, конечно, мы, как христиане 21 века, можем сделать скидку на то, что так понимали его люди, ну, грубо-религиозные, скажем так. И в этом плане, конечно, Новый Завет, это попытка Бога говорить с нами на совсем другом языке, на языке отношений, на языке любви, на языке без каком, бездоказательном, что ли, безгарантийном, да, потому что все-таки Завет, это некие гарантии, да, это некий договор Завет, это, значит, как трудовой там договор. Я выполняю свои условия, это работодатель выполняет свои. Я выполняю заповеди, причем, раз это так важно, они очень подробно структурированы, как именно их выполнять. Это уже не 10 заповедей, а несколько сот пунктов, по которым я должен сверять свою жизнь. Но я это делаю, зная, что Бог выполнит свои, да, есть у меня будет потомство и так далее, и так далее. Поэтому бездетные пары считались, то есть это неизбежно выдавливало их в категорию грешников, потому что если бы они были праведниками, Бог бы выполнил свою сторону договора. Раз Бог не выполняет свою сторону договора, значит, ты не соблел свое, это очевидно. И здесь в Евангелии мы видим, во многих местах Иисус подрывает эти законнические позиции. То есть он в лице Иисуса Христа, Бог, пытается вывести нас на новый какой-то уровень понимания с ним. И, конечно, поэтому... А вот в чем этот новый уровень понимания? Потому что вот все-таки, если немножечко вернуться именно к распятию, с одной стороны мы видим такого Бога, из которого потом выросло толстовство, толстовское понимание Христа, булгаковское понимание Христа. Понятно, что за Ишуа Ганоцари не скрывается реальный Христос, но это такое осмысление булгаковым подвига, да, то есть это какой-то очень слабый, ну, очень такой тихий, очень уязвимый, может быть, даже в чем-то слабохарактерный Бог, который не являет вот этой самой божественной силой и божественной власти, и потому распинается. Вот с другой стороны мы видим Христа на страницах Евангелия, опять же, который берет в руки бич и выгоняет торгующих из храма, что явно является актом, определенным актом насилия, где он говорит, дом молитвы, вернее, дом отца моего – это дом молитвы, а вы его сделали вертепом разбойников. Ну, здесь можно, скажем, в этом плане сказать, что он мог выгнать животных кнутом, не людей, конечно. Вот, просто люди вслед за своим товаром и ушли. Но да, да, то есть Христос в Евангелии разный, и не всегда слабохарактерный какой-то вот такой, но есть какой-то нерв такой, да, его отношение именно к собственной безопасности, оно выводит нас в какое-то пространство непонимания. И, мне кажется, и невозможности за ним туда следовать. Просто апостол-то Павел нам говорит, будьте подражателями мне, как я Христу, соответственно, будьте подражателями Христу. И вот тут ты в этой ситуации замираешь и не понимаешь. То есть подражать Христу – это что значит? Когда тебя бьют принимать, молчать, опять же, вот, ну, мы это, я думаю, в следующий раз обсудим тему щелк, да, левый, правый там подставлять и так далее. Или же все-таки иметь некую позицию достоинства и чести, тогда в чем она и как она должна реализовываться, и где самое главное поставить точку, когда я защищаю честь от достоинства, и когда я уже перехожу к какой-то предел расчеловечивания. Ну да, здесь вот, как мне кажется, надо посмотреть на эту ситуацию с какой стороны. Яхве, да, ветхозаветное представление о Боге. Это максимально могущественное, максимально бескомпромиссное в каких-то моментах божество, которое подчиняет, повелевает убивать, повелевает захватывать, отстаивать свои там территории, воюет вместе с Израилем, да, идет Бог походный. И это вполне в концепции вот той религиозной обстановки, которая была. То есть языческие божества делали то же самое. И на самом деле это была как бы битва богов, по сути, да, чье племя победит. И здесь мы видим, что этот же образ, он даже ученики, даже апостолы, они транслируют его на Христа. И мы видим последовательный уход самого Иисуса от этого образа. Он не хотел, чтобы его называли царем. И даже можно сказать, что не хотел и мессией называться, потому что мессия, именно в ветхозаветном представлении, это именно политический сильный лидер и военный лидер, который ведет воинов Израиля к победе и установлению царства Израиля, в принципе, над всеми там народами, которые должны ему платить дань. И мы видим последовательный и очень осознанный уход от этого образа. Уход от... Вот некоторые тут ходят и твоим именем исцеляют. Давай, как Илья, огонь с неба не спошлем, чтобы он их поел. Нет, уход от этого, да. Давай, Петр выхватывает меч, отрезает ухо, то есть уже начинается схватка. Он ее останавливает. Проговаривается устами Иисуса, что у него есть в резерве 12 легионов ангелов, да. Но можно этот фрагмент Евангелия воспринимать уже как попытку постфаквам учеников осмыслить, почему этого не произошло, как сознательный отказ от... И мы видим, что за всем этим прослеживается такой осознанный, планомерный, очень ненавязчивый уход от дискурса власти. То есть вот дискурс власти, язык, то, как мы это описываем, ситуацию, он имеет свои законы, свои ограничения. И он очень нам понятен и приятен. Вот именно такой Бог. То есть мы в массе своей верующей, скорее всего, не смогут верить в Бога не всемогущего, например. Хотя 20 век поставил этот вопрос, можно сказать, ребром, как Бог, будучи всемогущим и любящим, допустил, например, Освенцин, вот тот же самый, или вообще бессмысленность этих войн, да. И опять тут в связке с Теодицей, да, мы не можем на этот вопрос. Мы можем попытаться как-то это залатать, но это будет такое стеганое одеяло, и не все это примут, как какой-то адекватный, вот, исчерпывающий ответ. И для многих христиан встал вопрос, что спасать в своей душе, всемогущество Бога или его любовь ко мне. Потому что в некоторых ситуациях они как бы на одной чаше весов оказываются, и тот, кто выбирает всемогущество, в итоге вынужден бросить вызов такому Богу и уйти от него, сказать, я в тебя такого не верю. Да, ты всемогущий, но в данной ситуации я остался один. Или, чтобы спасти отношения, человек делает выбор в пользу любви, говорит, да, ты меня любишь, но в этой ситуации ты был таким же беспомощным, как и я. И вот эту вот ситуацию беспомощности Бог являет в Новом Завете, когда сам он оказывается беспомощным абсолютно. Он оказывается беспомощным в яслях, он перед лицом агрессии может только убежать, но здесь он уже не может никуда, ему некуда бежать. И он являет свою предельную слабость свою. И этот возглас Иисуса на кресте, «Отец, почему ты меня оставил?» он тоже показывает о том, что может говорить нам и о том, что какая-то надежда у Иисуса по-человечески была и на то, что он все-таки сможет этого избежать, все-таки не будет вот этого абсурда, вот этого убийства, которое тоже было продиктовано необходимостью, тоже было продиктовано. И евангелист Иоанн пытается через пророческие какие-то вещи говорить, лучше один умрет за народ, чем весь народ погибнет. То есть это с точки зрения политической смерть Иисуса была полностью оправдана, потому что он проповедовал такие вещи, которые уже, конечно, не вмещались в грани Ветхого Завета, не могли туда вместиться. И с этой точки зрения можно сказать, что это проповедь другого Бога и дома, но она проповедь не иного Бога по отношению к Богу, как он есть, а проповедь Бога, попытка проповедь Бога на качественно ином языке описания. То есть что предполагает этот иной язык описания? Уход от дискурса насилия, дискурса власти и попытка вывести отношения человека с Богом на горизонтальный уровень. Ведь в чем еще такая серьезная проблема дискурса власти? Чем выше мы помещаем Бога над собой, тем ниже киль у корабля. То есть это взаимозависимая ситуация. Чем больше я трепещу и благоговею перед Богом, именно как перед силой, именно как перед могуществом, как перед властью, тем больше у меня этого как бы в негативном ключе тоже по отношению к нему. И больше претензий потом, вот с моим, например, близким человеком, вдруг что-то случилось. Кого мне обвинять в этом? Не дай Бог, кто-то умер, кого-то убили или посадили. Кого мне обвинять в этой беде? Ну, конечно, Бога. И какие отношения? То есть я за последнее время сталкивался с чередой людей, которые перестали ходить в храм, которые перестали, причем вера у них сохранилась, и они это очень болезненно переживают. То есть у них одновременно вера в Бога, которая и была, и очень большая претензия к нему, что в этот момент он оставил, в этот момент он не помог. Мужа посадили, например, на 10 лет строгого режима за взятку в 7 тысяч рублей, при том, что двое маленьких детей в семье. Где был Бог? Почему не вмешался? Он всем... Да, он всем... Я его посадил. Да, то есть в этой ситуации надо понять, что этот дискурс власти диктует, как эту ситуацию воспринимать. И мы сажаем Бога над собой высоко. Но мы же его не спровергнем в бездну, если вдруг что-то будет не так, как нам... Ну, что-то случится не так, не по плану, как говорится. И в этом плане, когда в Новом Завете Иисус проповедует как бы с другой стороны Бога и говорит, давайте переведем наши отношения с Богом на горизонтальный уровень. Здесь... Что? Какие минусы? Мы теряем какую-то опору. Мы теряем какую-то внутреннюю такую надежность, уверенность, что вот нам есть на что опереться. Потому что он выше, и он знает, и он видит, как надо. И есть при случае, с кого спросить. Да. Но одновременно мы... Это минус, да, как бы серьезной такой модели, но при этом огромный плюс, что в случае трагедии в твоей личной жизни ты сможешь опереться на Бога. Ты сможешь как к другу к нему прийти и на плече у него порыдать, и он вместе с тобой будет это переживать. У тебя не будет к нему претензий, так же, как у тебя не будет претензий к друзьям, к близким, которые будут скорбеть вместе с тобой, но они все, что могли, сделали. И он... Ты сможешь Бога принять, вот принимая Бога на горизонтальном уровне, не как давлеющую власть и силу, ты сможешь из этой ситуации тревожной выйти вместе с ним, а не проклиная с проклятием в его сторону. Вот это модель... С другой стороны, мы видим другую концепцию, когда, например, ну вот если взять ваш пример с тем, что посадили мужа там на 10 лет, как обычно у нас начинает работать психология, то есть человек, у которого такая беда коснулась его дома, его семьи, он рассуждает, мне не повезло, а вот тебе повезло. И вроде бы, казалось бы, у меня нет никаких поводов, ну, например, обвинять конкретного там Васю Пупкина, что его не посадили. Но между тем, у меня вопиет все и клокочет внутри, и поэтому всем, кому повезло, всем, у кого все сейчас зашибись и хорошо, простите, мы французский, они все как будто бы виноваты. И к Богу как будто бы тоже появляется возможность предъявить претензию. Тебе, условно говоря, в полной мере, меня не понять, не можешь это разделить со мной. Ты не можешь взять и сесть, видимым образом, в тюрьму вместе с моим мужем, или заменить мне мужа, по крайней мере, на эти 10 лет. Не будет падать деньги с неба, и так далее, и так далее. Ну, верующие люди знают и другие примеры. Именно когда Бог заменяет, именно когда что-то падает с неба. Ну, не в буквальном, конечно, смысле. То есть, понимаете, в жизни верующего, как мы отнесемся, как мы проговорим эту ситуацию, так она и будет. И вот, я так понял, вы описали ситуацию, что к Богу вроде особой претензии нет, как бы, может быть, люди виноваты, да. Но это ситуация, как бы, низкой религиозности самого человека. А мы говорим о том, что человек сугубо верующий, скажем так, сильно верующий, да, находясь в дискурсе власти, сильно и опустит этого сильного Бога для себя. То есть, опять, мы сейчас не говорим о том, что мы знаем, каков Бог, да, но мы... Или мы говорим, что вот кто-то неправильно там верит. Мы сейчас говорим о том, что есть разные языки описания одного и того же Бога. Да, то есть, вот я... Мне кажется, очень важно проговорить, что, ну, как бы продолжая тему горизонтали отношений, что в этом случае, в этом случае горизонтали, речь идет не о том, что Бог до бесконечности опускается до твоего примитивного религиозного сознания, а он тебя возвышает на... Ну, то есть, ставит на ту же горизонталь, на которой он, на ту высоту, на которой он... Ну, тут вот не соглашусь. Нет? Нет, тут не явно, но в вашей модели присутствует опять дискурс власти, ну, как дискурс насилия. То есть, я возвышен, я тебя затяну там как-то. Нет, я имею в виду, что если продолжать аналогию отцовства, то вот когда ко мне двухлетняя малютка... Ну, как взросление с тобой, может быть, да, там, сопровождение тебя на этом пути взросления? Вот есть двухлетняя малютка, вот, она, например, ко мне подходит. У меня есть два варианта, чтобы посмотреть друг другу в глаза. Сесть на коленки и посмотреть ему в глаза. Или взять его и поднять на уровне глаз. То есть, вот мне кажется, вот я про это говорю, что когда вы имеете в виду горизонталь, да, безусловно, в некоторых ситуациях, когда мы совсем обессилены, в нем еще в некоторые там падаем и неспособны рыдаем, истерим и так далее, Господь в этой ситуации готов и на коленки встать, чтобы встретиться с нами тет-а-тет, глаза в глаза. Но в большей степени вот в его призыве это попытка взять нас на руки и поднять до уровня своих глаз. Я думаю, у Бога весь инструментарий доступный, да, и он одновременно и так, и так может. Вот. Но я не считаю, что наш уровень, он сам по себе ущербный. То есть, надо, все-таки, я считаю, что надо, ну, как бы работать с тем, что есть. Если мы будем этот материал как-то обесценивать, зная, что есть какой-то больший уровень, то есть тут вероятность того, что мы не проживем качественно то, что дано. А не прожив качественно данную ситуацию, мы вынуждены повторять ошибки. Вот, например, те же самые, например, военные действия, да, они тянутся напротив, они были и до Христа, но и они тянутся все эти две тысячи лет. И даже есть какие-то такие, как мы теперь считаем, позорные истории, там, крестовые походы, да. Но это лишь о том, что, хотя параллельно с этим всем, сколько мистиков, сколько преподобных аскетов, которые принижали значение плоти, принижали значение над духом, да, и каких, на самом деле, духовных высот эти отцы достигли, да. Почему это не вошло в плоть? Почему это вот? Потому что, может быть, что мы как бы не отыграли каких-то вещей, да, и мы вынуждены к ним возвращаться вновь и вновь. То есть не приняв вот этого уровня, обесценив его, сказать, что он неправильный детский. Это так же, как сказать ребенку, что его детский уровень проживания жизни, он неправильный. Вот я тебя подниму на свой уровень глаз, вот тут хорошо. Но на самом-то деле, современная, да, педагогика говорит, что его уровень там, где он ползает, он тоже хороший, правильный. Просто он еще не вырос. То есть придет время, когда он сможет встать и посмотреть себе в глаза, его не надо будет поднимать даже. Правильно я понимаю, что именно вот в этом контексте может быть понята фраза «сила моя в нем еще ваша совершается». Да, я думаю, может и так. То есть не думайте, что ваша слабость – это просто слабость. В чем-то это и сила. Или, например, тоже в одной из притч, сейчас вылетел просто из головы, где какой-то пример, ну, я думаю, вернется. Просто вот здесь, вот в этой ситуации, тогда получается, помимо концепта власти, помимо концепта агрессии, конфликта, насилия, возникает еще и концепт силы. То есть мы говорим, вот это слабый Бог, но слабый ли он на кресте? Или мы говорим, вот это сильный Бог. Но сильный ли это Бог, который говорит, который с одной стороны дает заповедь, например, не убей, а потом повелевает, идите в землю обетованную, и фактически, ну, книга Иисусловина… Да, книга Иисуса Новина фактически говорит о том, что, да, с Божьего благословения Иисус Новина и евреи должны устроить геноцид на палестинской земле, на земле обетованной. Вот. И вот означает ли это, что это сильный Бог? Действительно ли здесь его сила проявляется? Ну да, вот как раз это теология 20 века, да, слабая теология, так называемая, которая стала появляться на Западе, но тут надо понимать, что значит слабый Бог, да, то есть это не то, что он какой-то бессильный, там, слабый Бог, это значит, что мы не можем о нем что-то вот так категорично, утвердительно сказать в каких-то именно вот вопросах, там, повседневных, да, как-то его привинтить к нашей реальности. То есть слабость его, не его слабость физическая какая-то или там духовная, а слабость нам его понять, мы слабо его улавливаем, слабо понимаем какие-то вещи, да, и мы, например, там есть точка зрения, что вот эти повеления Бога прямые в Ветхом Завете, да, это тоже такие детские оправдания народа Израиля, да, например, когда ребенок что-то там нашалил, разбил, это мальчишки там, это кто-то, то есть попытка свалить на какой-то там авторитет, и здесь тоже мы можем сказать, что вот в этих частях Ветхий Завет это такая детская попытка оправдать насилие. Своё, а это не я, это вот мне Бог повелел всех вас тут, да, уничтожить на этой земле, чтобы мне тут жить. Но текст-то нам говорит конкретно, когда Господь сказал Иисусу. Ну да, да, и опять, да, если уж говорить про текст, да, то есть есть точка зрения постмодерна на текст, и на самом деле в каких-то частях я с ней согласен, что сейчас время такое, что мы не можем... Нам хотелось бы на текст опереться, нам хотелось бы найти основание своей точки зрения в каком-то авторитете, в большом авторитете, да, потому что Библия – это большой авторитет. Но, как показывают истории, дискуссии последних лет, мы можем натаскать цитат из Ветхого, из Нового Завета в пользу любой точки зрения, в принципе, в пользу оправдания войны, в пользу запрета военных действий. Получается, что, по большому счету, мы впечатываем какие-то смыслы, даже в священные тексты. Да, если посмотреть проповеди, например, современных батюшек на какие-то фрагменты, как мы уже теперь понимаем, да, то, ну, и сравнить их с классическим толкованием, там будет небо и земля. Хотя один и тот же текст, да, получается, предполагает практически на полярные точки зрения. Отец Николай, вот тут мы поставим точку на сегодняшней нашей беседе. И в следующий раз мы как раз поговорим о цитатах. Вот, о тех цитатах, как их правильно понимать, о заповедях христовых в Нагорной проповеди, как их реализовывать. И поговорим о том, как на своем месте христианин все-таки может реализовать образ и подобие Божие. Спасибо за сегодняшнюю встречу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник присоединяйтесь, продолжим разговор на эту животрепещущую тему. Храни Господь. Субтитры создавал DimaTorzok